Мир спорта-гомельщины наравня с культурой и наукой всегда привлекал к себе внимание, вписывал в историю новые события и открывал яркие имена. Сегодня вся спортивная история Гомеля и области собрана в этом музее, который разместился в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорыны. История этого музея началась в далеком 1967 году. У истоков его основания стоял старший преподаватель кафедры теории методики и физической культуры Виктор Иванович Селиванов. Идея была проста – собрать в одной экспозиции все, чем гордится гомельщина спортивная. Основу этого музея заложил именно он. Он переписывался со всеми этими старыми работниками, которые относились к физкультуре. Вел с ними переписку, отсылал фотографии, они ему присылали, писали, кто изображен на них. И много экспонатов он собрал. А в 2006 году уже открылся музей-лаборатория. Вот в таком виде, ну, после реконструкции. Вот теперь мы продолжаем то, что начато было ранее. Уникальность этого музея в том, что он, пожалуй, единственный на территории Гомельской области, где собраны многочисленные спортивные артефакты. Кстати, имеется здесь и свой эксклюзив. В фондах музея хранится уникальная коллекция спортивных значков 30-х годов. Первые медали, которые завоевали наши грибцы. Но и безусловная гордость. Именные кубки и личные вещи многих известных спортсменов. А сам музей в 2017 году отмечает свой полувековой юбилей. Тяжелая атлетика. Вид спорта открыты не каждому. Немного истории. Поднятие тяжести можно отнести к одному из древнейших видов соревнований. Работа с отягощениями стала наиболее объективным способом определения сильнейшего среди сильных. Параллельно выяснилось, что люди, занимающиеся поднятием тяжестей, выгодно отличаются от окружающих атлетическим видом и рельефной мускулатурой. Благодаря этому атлетизм получил признание в древнейшие времена. Правда, в Греции и Риме интерес к тяжелой атлетике со временем угас. Однако на него снова обратили внимание в эпоху Возрождения. Как вид спорта, тяжелая атлетика начала формироваться с 1860 года. В это время в Европе, США, Канаде и Австралии возникли первые атлетические кружки и клубы. Правила соревнований вначале были разрозненными, что затрудняло объективную оценку результатов турниров. Однако уже летом 1896 года тяжелый атлетический спорт был включен в программу Олимпийских игр в Афинах. Первый чемпионат мира по тяжелой атлетике состоялся в Вене. Было это в 1898 году. И эту дату можно принять за начало эпохи ее развития как самостоятельного вида спорта. Для него характерны такие особенности, как тонкости тренировочного процесса и специфика программы выступлений. Программа включала в себя 14 различных упражнений, за успешное выполнение каждого из которых присуждалось некоторое количество очков. Кстати, в Беларуси в начале 20 века тяжелая атлетика тоже набирала популярность. Потолкать штангу было немало желающих среди любителей, а профессионалы и вовсе прославили наш город и нашу страну. Об этом также рассказывают экспонаты музея. Один из стендов посвящен легендарному тяжелоатлету и тренеру по легкой атлетике Зосиме Петровичу Синицкому. Зосима Петрович Синицкий – советский тяжелоатлет и тренер по легкой атлетике. Родился 30 апреля 1904 года в Воложине. В годы Первой мировой войны семья Синицких, подхваченная волной беженцев, очутилась в Гомеле. На той войне погиб его отец. По рассказам Зосима Петровича, он обладал большой физической силой, мог легко поднять железнодорожный рейс. В семье Синицких сила – наследственная черта. Начал он свою спортивную деятельность в 19-м году, когда стал посещать занятия спортивного кружка «Спорт». Летом они занимались футболом, баскетболом, легкой атлетикой, а зимой – тяжелоатлетикой и гимнастикой. В 1922 год в Гомеле организован пролетарский спортивный кружок «Красный молодняк». Синицкий стал его первым инструктором. В агитпоездках спортсмен включал в программы своих выступлений упражнения со штангой и тяжелыми гантелями, как наиболее убедительные показатели силовой подготовки. 1924 год. Перед Зосимой Синицким открылся путь на всесоюзную спортивную арену. На первенстве СССР Зосима Синицкий занял третье призовое место. Знаменательный для самого Синицкого и для всей истории белорусского спорта чемпионат состоялся в Москве в 1926 году. Синицкий представлял на нем Гомель. В 1926 году на чемпионате Советского Союза, который проходил в Москве, стал чемпионом в своей весовой категории, выступал он в полутяжелом весе до 82,5 килограмм. Это он стал чемпионом, а вообще он в чемпионатах Советского Союза участвовал три раза. И вот эта победа его, успех на чемпионате Советского Союза, определил всю дальнейшую его жизнь. В 1927 году Зосима Синицкий поступил в Московский институт физкультуры. Далее по распределению был направлен в город Харьков. Зосима Петрович воспитал плеяду выдающихся метателей. За большие успехи в спорте и в подготовке мастеров легкой атлетики бывший гомельчанин был удостоен двух почетных званий – заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР. А развитие тяжелоатлетического движения в Гомеле продолжается. Сейчас большие надежды подает спортсмен Артем Шагов. В молодежных соревнованиях он уже добился немалых успехов. Сегодня он уже включен в олимпийскую сборную команду. Редактор субтитров А.Семкин